Маски, пушистые хвосты, мягкие лапы, звериные звуки и повадки. Когда актеры вживаются в роль, в этом проявляется их мастерство. Но если такую игру заводят не на сцене, а в обычной жизни, и главными героями становятся дети. Увлечение квадробингом в семью Марии пришло несколько лет назад, еще до официального появления этой субкультуры в нашей стране. Началось все с серии книг, в основе сюжета которой перевоплощение подростков в животных. По словам Марии, идея подражания животным сводилась к изготовлению костюмов и масок. Образ дети создавали своими руками. Их творческий настрой родители поддержали. Сначала берется основа, потом нужен фетр обязательно. На глазах с обратной стороны такая канва, прям вот как для вышивания похожая ткань использовалась, чтобы не было видно глаз. Пришлось вот купить клей, пистолет, как бы тоже это не ПВА. Сначала мы, конечно, начинали там с бумажного клея, закупали по 5-6 штук. Вот. И потом стало все это более серьезно. Прям сидят, мастерят. И с одной стороны и классно, потому что вот, да, тоже можно с помощью клея всякий объемчик добавлять на маске, потому что не в гаджетах. Прыжки и подражание животным тоже стали частью увлечения. Разминка, тренировки и записи на видео стали частью семейного досуга. Мое беспокойство заключалось в том, что когда они уже выходят на улицу, начинают прыгать непосредственно на траве или где-то еще, что очень много упора, усилий, напряжения идет в суставы. Вот. И когда приземляются они из прыжка, вес всего тела на руки идет. Вот. Но они делали разминку. То есть они мне прям говорят, мама, мы прогреваем руки, там, тырым-тырым. Прям какая-то у них там была своя зарядка. Врачи подтверждают беспокойство Марии. Во время передвижения на четвереньках и прыжков с приземлением на руки повышается риск травм в области плечевых суставов и запястьей. Нестандартную нагрузку получает и позвоночник. Творчество и спорт еще не вся подноготная квадробинка. О том, что в нем скрыта целая философия, мы вместе с нашей героиней узнали прямо во время записи интервью. Ее дочь рассказала, что считает себя тирианом. Квадробика – это спорт, а тириантроп – это как духовная связь с животными. Тириантроп обычно чувствует себя зверем, заточенным в теле человека или то, что в их теле заточен зверь. Ну, как в сердце, в душе. И с помощью квадробики они как проявляют этого зверя. Я думала, вы просто прыгаете. Квадробика или бег на четвереньках зародилась в Японии. Основатель этого необычного вида спорта вошел в Книгу рекордов Гиннеса, пробежав 100-метровку за 17 секунд. В России квадробинг появился в 2024 году. Он осел в детско-юношеской среде, занял не спортивную, а скорее развлекательную нишу и претендует на звание субкультуры. Самыми популярными животными у квадроберов считаются кошки, лисы, собаки и волки. По данным в ЦИОМ большинство россиян убеждены, что увлечение детей и подростков квадробикой – следствие внешнего социокультурного влияния соцсетей и интернета. А треть опрошенных считают, что причина кроется в плохом воспитании и образовании. Почти каждый четвертый россиянин считает увлечение ребенка квадробикой поводом для беспокойства родителей. По мнению психологов, сама по себе игра в животных не представляет опасности. Но играть в зверя не равно считать себя им, когда игра заканчивается. Сам по себе квадробинг, если он носит форму детской игры, точно так же, как и любая другая игра, содержит в себе на самом деле развивающий потенциал, бояться этого не надо. Другое дело, когда взрослые в это включаются и остаются внутри такого взаимодействия, тогда да, тогда это может вносить определенное изменение в формирование «я-концепции» и идентификацию ребенка. Нужно очень четко знать время и место, и не включаться, не вовлекаться в это, как в какое-то безумие. Тема квадробинга – одна из обсуждаемых на уровне Федерального собрания Российской Федерации. Предложения законодательно урегулировать эту субкультуру звучат и в Совете Федерации, и в Госдуме. Мнения законотворцев разделились. От полного запрета квадробинга в России и лишения родительских прав родителей детей-квадроберов с привлечением их к уголовной ответственности, до предложений не рубить с плеча, а знавательно взвесить все «за» и «против». Законодатель должен, как и врач, исповедовать принцип «не навреди». Излишний законодательный зуд не всегда полезен. И когда ты работаешь над инициативой, ты должен заранее понимать, для чего ты это делаешь. Одно дело для хайпа и пиара, тогда политика предусматривает такие вещи. И совсем другое, когда ты работаешь на принятие этого закона, понимая, что он должен быть максимально реализуем. Где стоит граница между утренником в детском саду, где кто-то изображает собаку или кошку, и действительно полностью подражанию повадкам животных. Можно до абсурда довести, конечно же, любую самую здравую мысль, надо действительно в этом разобраться. Мнения разделились и среди россиян. По данным ВЦИОМ, более 70% опрошенных считают, что квадробинг следует запретить либо контролировать его распространение. Только 19% поддержали идею подобного самовыражения. Галина Топилина, Николай Сидоров, Игорь Казановский, Константин Головин. События.